Митрополит Воронежский Лискинский Сергий посетил Всехсвятский храм в юго-западном жилом микрорайоне Воронежа. Архипастер совершил чин освящения верхнего храма, а затем возглавил служение в нем божественной литургии престольного праздника. При освящении храма совершаются священнодействия, подобные тем, которые бывают в таинствах крещения и миропомазания. В начале архиерей окропил столпы престола, а углы крестообразно полил кипящим сложным составом из воска, мастики, ладана и других веществ. Затем на престол установили доску, закрепленную четырьмя гвоздями. Забивают их по-особому – камнями, а не молотками. После прошения к Господу о неспослании Пресвятого Духа престол умывается, помазывается святым миром и облачается в ризы. Освящается и весь храм – кождением, молитвой, краплением святой водой и миропомазанием стен. Призрины ныне на нагрешное имя достойной рабы Твоя, обновление и празднуящее честного храма во имя всех святых землерусских и присоявших во образ святейшей Твоей Церкви. После шествия со святыми мощами их полагают в алтаре в основании престола. И звучат прошения о том, чтобы Господь утвердил освящаемый храм до скончания века для принесения в нем достойной хвалы Пресвятой Троице. После чина великого освящения митрополит Сергий возглавил служение литургии в новосвященном храме. В этот знаменательный для прихода день была совершена священническая хиротония. После богослужения настоятель, отец Алексей Спицын, поблагодарил главу митрополии за молитву, а архипастор сказал слово назидания прихожанам. Во Христе мы едины. И подвиг, который несли наши предки, наши святые люди и мы с вами, он тоже вне времени. Потому что условия политические, экономические, они меняются. А Христос один и тот же. Он неизменен. И мы также должны, как они, ставить своей целью своей жизни это Евангелие Христово. Достижение того, что там изложено. А святые, почитайте и вчитайте из жития. Приложите их к себе, к своей жизни. И вы увидите, что этот святой не только святой вообще для церкви, но и святой для вас. И пусть не только его молитва, но и его подвиг руководит вами. Чтобы вы действительно, как на звезду путеводную, ориентились на него в своей жизни. В память о нынешнем дне архипастор передал в дар приходу икону Божьей Матери Казанская. Также владыка вручил попечителям храма награды.